I have ways of blowing things off Такое уже Унылое, старое Мне его жаль, честно Мне его жаль, потому что Это Говорится то, что Не он был изначально таким Он хороший человек, но Жизнь с ним поступила таким образом Что он просто не выдержал и сломался Хорошо, пойдемте мы сейчас С вами в сторону церкви У нас есть пара часов, через час примерно Все лягут спать, но Нам нужно потратить пару часов Возможно мы здесь будем искать Ловушки Ловушка, да, вот как раз Вот третья ловушка, четвертая там где-то дальше Я мысль пропустил Ловушка, канал Эту ловушку обнаружить не сложно Если знаешь, что ищешь Криптозоолог не стремился ее спрятать Оглядеться, ну-ка Тростник-то с клево перегибается к воде Некоторые соцветия Соцветия метелки Раздавлены Поломанные стебли бесполезно Бледнеют в темноте Болезненно бесполезно, блин С востока доносится гул центра Не стихающая далекая песня В этой части побережья она громче И как-то ближе И снова этот холод Он всегда рядом Взять ловушку В этой ловушке тоже лишь саранча Уж точно никаких криптозоологических тварей И это пуста Вздыхает Ким Еще одна и все Он склоняется, переводя дух Лицо его покраснело от холодного приморского воздуха Обломно Так, устал? Нет, нет, все в порядке Но не хотел жаловаться Просто он запихался И не может закончить фразу А почему запихался? Мы же не бежали, дружище Просто я мимо этой ловушки пробежал И даже и не заметил Осталась еще одна Где-то То ли возле церкви То ли где Посмотрим Также рыбный рынок Это у нас У нее будет что-то новенькое нам сказать? У нас же вроде как была с ней проверка Которую я то ли не прошел То ли не хотел проходить На будущем Внушение Да, да, да Из-за присутствия Кима Ситуация довольно щекотливая Еще не найдено подходящее место Исследуйте побережье Ага Кстати говоря Это моя мотокарета утонула О, она смотрит в указантовое направление Интересный факт, наверное Почему она там? Это инсталляция Она меня не цепляла Это был несчастный случай Мне жаль Я напился И по всей видимости Загнал ее в море Мною было начато Официальное расследование Чтобы определить причины А это был несчастный случай Мне жаль Она смотрит на тебя И пожимает плечами По-моему Нужно устроить похороны Ты предлагаешь Почтить память острова Моей бывшей Мотокареты? Память острова Моей бывшей мотокареты? Ну-ка Ну да Вполне заслуженно Не считаешь Она пала Исполняя свой долг И все в этом роде Какая странная мысль Может быть и стоит Почему странная? Наши вещи Это часть царства жизни Они сделаны людьми И наследуют их историю Нам следует заботиться О них так же Как и о людях По крайней мере В какой-то степени Царство жизни? Кто-то изучал труды Готвальдских философов Прошлого века Сохрани хладнокровие Привязанность? Нет Ладно Я в деле Но организация похорон Требует немного времени И усилий Так ведь? О да Говорит она С усмешкой До начала июня Ты не сможешь Даже достать ее из воды И где ты собираешься Похоронить? Кого пригласить? Какую музыку выбрать Для поминок? Насчет музыки Я думаю я уже знаю Как человек Побывавший На нескольких похоронах Могу сказать Проще всего Просто оставить все как есть И позволить природе Самой бы все позаботиться Согласен Лильен У нас все равно Сейчас На большее Не хватит времени Лейтенант смотрит На тебя с сочувствием Вернитесь в июне И решите что делать Она никуда не денется Так Жаль что нам Не удастся Выполнить больше Несерьезных Побочных заданий Мне бы это очень хотелось Предлагаю Средоточенно О том что мы Можем сделать Конечно Кивает Она Например Так Побережье Не до конца Исследовано Вот это Интересная фишка по поверьте ловушки проверьте ловушки на краю земли далеко на северо-востоке от здания фельд далеко северо-восток здание фельд идемте может найдем церковь хижины рыбаков вот это вот фельд получается вот здесь где-то ловушка куну так андре штанга осель ильин рыбачка курильщик на балконе он сейчас в танцах если что стена на заднем дворе куну ха-ха так пойдемте глянем получается что это где-то где это погодите запутался это здание фельд или вот это так эту ловушку может смотрели до уйти до эту ловушку мы уже смотрели на видимо туда на север дальше ну и будем изначально предполагать что вверх это север таким образом стойте но там причал там вроде как только труп и больше ничего нет или кажется она должна стоять ну да тут только труп возможно вон там возможно вон там если а труп уже забрали то-то тело уже забрали возможно мы сейчас если обойдем это место с той стороны мы найдем ловушку последнюю там я уверен что в ней тоже ничего не будет или же в ней будет что-то сомнительное что мне предоставят трактовать как да или нет еще также нужно бы отпереть церковь вот сюда вот мы еще не ходили видите за церковью я думаю что это где-то здесь а что это такое большая заначка эту бочку выбросил недавно все еще пахнет мазутом эти ржавые шестерни когда приводили движение весь механизм этом здании когда-то располагался двигатель должно быть очень большой цепь тянется куда-то в океан кто знает куда сейчас мы зайдем в эту дверь без без сомнений просто я хочу найти здесь ловушку я уверен что она где-то здесь мы сможем ее отыскать футболка и деньги рубашка полу марка пола вот ловушка да я же говорил что она детской стороны будет давайте обыщем последнюю надеюсь что завершим этот квест не сразу но ты наконец замещаешь последнюю ловушку морелла она частично спрятана в тростнике глядят с по сторонам стебли тростника покачиваются на прибрежном ветру будто ждут чего-то узкую полоску суши близи на кончик окончания мыса с трех сторон обдувает ветер он все сильнее зябковато для нынешнего сезона взять ловушку ты поднимаешь ловушка она совсем легкая и не издает звуков не как другие присмотреться саранчи нет возьми да тоже но все таки присмотреться повнимательней лейтенант вместе с тобой рассматривать ловушку что же когда-то приман кого-то приманка да привлекла однако не факт что тростниковое чудище все же его там нет видите я вижу лишь пустую ловушку сетка выглядывает меня я сказал что в последний нам дадут что-то из-за чего мы усомнимся ну выглядит менее аккуратно чем на других ловушках будто кто-то поднял ее и потряс а потом бросил обратно на землю такое ощущение что кто-то нахимичил но что если это был фазмид вдруг он сожрал приманку и лизнул вряд ли это был фазмид но все-таки надо сказать морелла ты прав я все-таки должен сказать об этом как будто кто-то нахимичил он кривит губы может нашим крипто криптозоологом противостоит настоящий ученый энтомолог или кто-то еще расстраивает их планы могу предложить могу предложить и другие гипотезы но тогда получится что я занимаюсь расследованием этой истории а я не занимаюсь ты прав но я все-таки должен сказать об этом криптозоологом хорошо но потом мы вернемся к своим делам на данном этапе расследования подобным подобным отклонением от задания уже нет не оправдать нет нет оправданий хорошо все мы с этим закончили последняя ловушка оказалась пустой возвращайтесь в танцы к мореллу чтобы сообщить новость но блин я не хочу прям сейчас эти в танцы с другой стороны в 9 он уже будет спать до риторика эмпатия но по крайней мере этот квест мы тоже завершили сейчас его тут гляну по быстренькому понимать что это возможно конец к может нет сигаретные бачки заметные под камень займет заметены под камень марка какая-то посмотрю на записи кто-то изжог здесь костер недавно ржавый сломанный пульт управления радиовышки там маяк смотрите это лесный слишком ржавая чтобы завирать по ней на себя развить на морским ветром это радиовышка управляет движением судов в заливе свои там вдалеке куда уходят эти столбики видны небольшие виде небольшой островок халстук галстук плюс 1 трепет минус 2 грубая сила шар хорошо тут вроде а погодите теперь мы исследовали все побережье и возможно теперь у нас есть романтическое место куда мы можем это интересно давайте сюда заглянем техника невозможно невозможно 20 техника 6 что это вообще такое так вход на склад при преграждает старая видавшая виды дверь которую уже давным-давно не открывали видно ручкам что это такое сооружение времен войны какой-то склад снабжение что он снабжал врачка упоминала о складе на северном побережье лейтенант смотрит на постройку то высится перед ним с горбленым бетонный с горбленой бетонной жабой склад сказала что через него на тот берег переправляли груз и боеприпасы видимо это он и есть техника 6 вы издеваетесь это никогда не открою может он снабжал боевой аэростат в воздухе или какие-нибудь укрепления техника мне что-то на технику так драма логика драма трепет логика логика меня на логику дофига всего электрохимия так энциклопедия риторика у меня нет ничего на технику а стоп сверху бомжовская шапка блин шапку надо было дать этой девочке они черт скорость реакции вот есть перчатки на технику концептуализм скорость реакции сколько нам одна единица техники добавила а просто я понял понял это это чисто прокачкой навыка можно будет делать а это еще техника плюс 2 было я понял я не улучшил себе технику я сделал хуже тогда погодите но мне нет ничего на технику ладно так у нас получается есть церковь давайте мы ее откроем я бы наверное все таки сходил бы в танцы черт я не знаю давайте откроем дверь перед тобой тяжелые деревянные двери высоты больше чем два твоих роста заперты ты отмечаешь резкий контраст между прямоугольными интерес и стертым морскими ветрами узорами про проушины замка небрежно просверленные присверлены к доскам изучить резной узор на двери состоит из угловатых элементов как и сама церковь сверху проходит два больших луча которые сужаются к низу и совсем пропадают не достигнув пор порога провести рукой поверхность гладкая и стертая ветром однако влажная на ощупь приятно такое ощущение вот такого дерева я сейчас представил себе просто изумительно 300 тонн сосны собраны в единую конструкцию очень старую вырубленную и украшенную разным узором много столетий назад осмотреть замок замок выглядит дешевым но конструкция надежная он удерживает в проушине скобу привинченную к деревянной двери на двери красуется желтая наклейка проще будет сломать скобу чем замок а еще есть что-то интересное в этой наклейке осмотреть наклейку ты смотришь на желтый кружок с двумя крестиками большой дугой под ними которая выглядит как рот уверен что видишь этот символ впервые но его значение вполне очевидно улыбающийся мертвец дуга это улыбка крестики закрытые глаза мертвеца есть такое в этом символе чувствуется что-то ультра современная современность как готова посрамить все все виданное тобой до сели что в нем такого современного ну каким видел такое раньше прежде чем рассмотреть на клик он снимает очки и тщательно протирает их синим на своем платком затем поднимает взгляд и после некоторой паузы отвечает нет на что по твоему это похоже на улыбающегося мертвеца полагаю дело рук малолетних правонарушителей малолетних правонарушителей в рамках под контрольной зоны ревашоли моралитарно определяет термин малолетний нарушитель как несовершеннолетний возрасте 10 до 16 лет который совершает действие нарушающие законодательства такие действия не приравнивают к преступлениям как случае со взрослыми людьми преступления совершенно несовершеннолетними называется правонарушением у нас у У вас это было на экзамене на должность офицера. Он прячет платок в карман пальто. Почему мне это энциклопедия не подсказала? Что здесь указывает на малолетних правонарушителей? Я таких наклеек никогда не встречал. А я уже не молод. Согласен, она очень современная. Но что же на ней, весельчак, который не знает, что умер, или мертвец, которому все равно, где кроется источник иронии? Данный уровень концептуализма мне недоступен. Техника. Если бы я сейчас это проиграл бы, я не знаю, чего. Нет ничего приятнее звука отрываемой наклейки. Теперь она прилеплена к твоему пальцу. Налепить ее в журнал следом за последней записью там ей место. Наклейте ее на журнал прямо... Вот так вот. Выполнен секретное задание. Сделайте свои бумаги более стильными. О, да! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Похоже, сегодня кто-то получил звездочку. Секретное задание атакивать через так. Открыть замок. Ключ легко поворачивается, раздается щелчок и душка замка открывается. Идемте, лейтенант кивает тебя. Потянут дверь на себя. Сильный порыв воздуха устремляется в темные глубины церкви, словно пытаясь заполнить великий вакуум. В самом сердце этого города. Итак, церковь. Итак, церковь. Вот это местечко. Хо-хо-хо-хо-хо! Эта гротескная деревянная фигура выглядит законченной лишь наполовину. Фигура должна была добавлена позже, первоначально. Потом почитаю, ладно. Ну, тот же узор, что снаружи, зубчатая молния. Следы короедов? Нет. Похоже, кто-то здесь специально нарисовал какой-то давно забытый стиль. Доска заполнена сложными уравнениями, похожим на... Их написали недавно. Что-то связанное с радиочастотами. Чаша заполнена водой, прямо в нее опущен провод, подключенный к сети. Может, провода использовались как контактные микрофоны? Восприятие. Тишину в этой части церкви практически можно потрогать. Все движения, все шорохи, производимые живыми существами, пропали. Кажется, во всем мире не осталось ничего, кроме этой церкви. Может быть, если вставить в нужном месте, то даже твои шаги будут совершенно бесшумными. Стоп, кажется, я до сих пор что-то слышу. И вот уже этого больше нет. Не осталось почти ничего, лишь тихий, еле слышный гул. Логика. Похоже, что звук здесь каким-то образом отделяется от источника, а иногда просто полностью затухает. Очень необычно. Ты едва слышишь даже собственное дыхание. Ну-ка. Ты производишь какие-то приглашенные звуки, после которых тишина каким-то образом становится еще более всеобъемлющей. Закричать? Твой голос едва слышен. Это не вопль, а тишайший шепот. Что тут творится? Тишина показывает себе на уши и отрицательно мотает головой. Потом он наклоняется ближе. Вы что-нибудь слышите? Точнее ничего. Это меня начинает пугать. Не, но это что-то невероятное. С таким еще не сталкивался. Интересно, для чего церковь построилась с такой странной акустикой? Может быть, церковь так устроена, чтобы в здании нельзя было шуметь? Петь и танцевать, например? Может, они боролись с песнями и танцами? Думаю, у нас просто воображение разыгралось. Та-та-та-та-та. Что бы ни было это за правду, вокруг происходит нечто странное. Лейтенант не отвечает, но ты чувствуешь, как он напряжен. Вверх посмотреть? Блин. Стройные ряды потолочных панелей постепенно растворяются, а потом вовсе исчезают в темноте уходящей... А что если в темноте уходящей рыбашни? Вглядеться сложно, черт. Да, получилось. Такая тишина. Вообще просто. Там словно бы что-то движется. В башне появилась тень, и она направляется к тебе. Пробивается между других теней. Это вот этот, типа, человек-паук, который нам говорили. Проследить за движениями. На потолке? Да, в темноте. Кажется, что-то... Что потолок бесконечно далеко. Проследить за движениями. Это больше уже не тень. Приближается существо, все больше материализуется. Отспускается какое-то животное. Вы что-то там заметили, офицер? Проследив за твоим взглядом, смотрит. Вон тот лейтенант, пытаясь разглядеть то, что видишь ты. Ну, у него-то зрение, да, чуть похуже. О, нет, ты упустил его из виду. Куда оно подевалось? Моргнуть. А вот он! Тьяго! Кто-то висит на стропилах и глядит прямо на тебя своими черными глазами. Продолжить. Может быть, возможно, с ним поговорить? Что это за тень? Это человек? Ну тогда он сделает его из того же дерева, что и конструкция здания. Он пристально изучает тебя. Человек-краб. Да-да-да-да-да. Эй, полиция, выходите. Промолчать, не нарушать тишину. Человек поддается немного вперед, направляя на тебя свой неподвижный и ничего не выражающий взгляд. Затем начинает говорить. Дружище, пристрасти к алкоголю до добра никого не доводит. Тебя от страха аж трясет, как баба, честное слово. Но не переживай, все будет хорошо, ты пришел куда нужно. Этот акцент. Так говорят в Вилл-Лобасе. Это мискиский полуостров в районе Джемрака. В Ревашоле тоже достаточно много мискицев, которые так говорят. Куда нужно? Здесь ты можешь обрести любовь матери, и когда будешь готов, она возьмет тебя за руки и вытянет из отчаяния, что держит тебя на дне бутылки. Совершенно очевидно, что этот человек заядлый наркоман, шепчет в Вилл-Лейтенан. Может, не стоит его ни о чем спрашивать? Электрохимия, она за наркотики отвечает. Ну да, мы как раз прокачали. Опять про бутылку завел, чтобы его ты вообще в последнее время подзавязал, так что пусть идет лесом. Тоже мне. Да, полагаю, у меня с этим действительно есть небольшая проблема, которая в последнее время вышлась под контроль. Однако... Так, я полицейски хочу задать тебе несколько вопросов. Вот так вот. Эстас Круду, чувак, я вижу тебя насквозь своим чрезмерным употреблением, ты обрек тело и душу на сильнейшие страдания, и сам даже не подозреваешь об этом, не догадываешься. Ну, зашибись, он еще и аннотации мне будет читать. Нет, нет, я в полной мере чувствую все эти страдания. Откуда ты знаешь, что я чувствую? На самом деле, я пришел сюда по просьбе... Так, я в полной мере чувствую все эти страдания. Не совсем, когда-то я был таким, как ты, но даже не представляешь, какое разрушительное воздействие оказывает Эль Вино на твой разум и дух. Это правда, алкоголь очень вреден. Хорошо. Знаете, раз уж об этом все равно зашла речь, возможно, вам все-таки стоит прислушаться к тому, что говорит этот акробат. Я знаю, я знаю, я собираюсь прислушаться. Я вообще-то держу курс игры именно на то, чтобы как-то пытаться вытащить нашего чувака из депрессии и алкоголизма. Чего началось-то? Мне почему-то кажется, что в этом ты прав. Ты кем себя возомнил? Знаешь, что вообще-то алкоголь составляет основу моей личности? Это глупо, я даже не знаю, о чем ты. Это все, конечно же, хорошо, но я бы хотел... Мне почему-то кажется, что в этом ты прав. Да. Не веришь мне, поверь матери, я лишь ее предвестник, дружище. Его голос эхом отдает в холодном воздухе церкви. Это церковь матери тишины. Тебе рады здесь. Он легонько раскачивается на перекладе, не ожидая, пока ты усвоишь информацию. Ты понятия не имеешь, что за пургон несет. Это риторика? Ну-ну. Он что, просто пытается тебя сбить с толку? Самообладание. Чтобы он не говорил, он уверен в себе. Посмотри только, как грациозно он раскачивается. Драма. Ведь это отнюдь не притворство. Возможно, он сам вел себя в заблуждение. Фанатик, сей юноша, точно. Блин, драма, чтоб тебя. Ты должно быть, есть тот самый человек. Так, реверы хотят превратить это место. Ты знаешь, где сейчас другой жутик, указан на машину, которая расставлена вокруг? Жутик? Другой жутик? А, эссе... Извините. На испанском. Нет. Он смеется. Понятия не имею, дружище. Вехита, значит, бабуля. Спасибо, риторика. Погоди-ка, то есть в церкви действительно живет кто-то, и это бабуля. А! Это корга, которая у нас пистолет стырила, с которой мы должны встретиться через полтора часа. А может, кстати, и нет. Посмотрим. Ну-ка. Нет, это я зову ее Вехита, из-за того, как она одевается. На самом деле, она довольно молодая. Он почесывает голову. Ну, может, и не настолько молодая. Возраст лишь одна из масок, которую мы носим. Ты не знаешь, где она сейчас? Да, я как-то не слежу за тем, когда она приходит и уходит. Просто иногда вижу, что она что-то печатает на своем компьютере. У нас разные интересы. Ты можешь мне еще что-нибудь про нее рассказать? Как она выглядит? Что делает? Кто она вообще такая? Боюсь, что нет, Эс. Придется тебе подождать, пока она вернется. Или он пожимает плечами. Или залезть в ее радиокомпьютер. Ты человек-краб? Не знал, что я краб. Но если ты решил называть меня так, я не могу тебя запретить. Честно говоря, ты больше похож на паука. Да, человек, но паук. Это просто еще придумали твои соседи, не я. Он на мгновении задумывается. Я всегда считал себя скорее пламенем, что трепещет меж потолочных перекрытий и балок. Он ненадолго молкает. Возможно, мне стоит поработать над тем, как я передвигаюсь. Да, он тут не только над движениями работает. Посмотри на эту резьбу. А это вон там сумка с инструментами? Погоди-ка, это ты вырезал эти фигуры? Конечно, мне нужно было чем-то занять руки, поэтому я увлекся резьбой. Теперь эти руки на службе силы более великой, чем суетливость. Что ж, попробуем разобраться с контекстом и значением. Ну-ка, я вижу, к чему это все. Такое ощущение, будто эти фигуры пытаются слиться с церковью, стать с ней единым целым. Или, может, с самой матерью. Так, прищурится. Выглядит немного вторично. Честно говоря, я не понимаю. Так, ну-ка. Такое ощущение, будто эти фигуры пытаются... Ну-ка, вот это вот. Это все для матери, приятель. Не ищи скрытый смысл. Кем ты был до того, как стал человеком-крабом и речиком по дереву? Я был членом банды, чувак. Но воспоминания о тех временах уже блекнут. Большую часть я даже уже и не вспомню. Покачать. Все больше и больше... Все больше и больше людей теряют память. Я тоже потерял память. Теперь призраки воспоминания преследуют меня. Я тоже потерял память, и мне это нравится. То есть ты... Ну-ка, вот это вот. Он смотрит на тебя так, словно хочет похвалить... Похлопать по плечу. Не, приятель, оставь всю эту дрянь позади. Это да, легкое касание матери наполнит тебя осознанием. Вы помните, как вас зовут? Меня зовут Тьяго. Однако эти звуки сейчас ничего для меня не значат. Имя определяет не только твою личность, но и, так сказать, твое место среди товарищей, твое место в мире. Не, такое место сейчас ни к чему. Меня зовут и мое место в мире, лейтенант дважды фрейтер. Я тоже не замар... Вот это вот, давайте. Или меня зовут... Давайте вот так, у меня зовут Гарри. Это ерунда, дружище. Это не имеет никакого значения. Он не обращает внимания на протянутую тобой руку, и лишь смутная тень под... Он лишь смутная тень под потолком. Что вы здесь делаете? Это особое место. Здесь в нашем мире есть прокол. Выходит в ничто, он кивает в сторону потолка. Эту церковь построили вокруг прокола, как место поклонения. Преклонения. Я кружу вокруг него питаемой тишиной, что даровала мне матерь. Однако я очищусь настолько, что смогу припасть прямо к нему. Что это за матерь тишина, о которой ты постоянно говоришь? О, это не просто вопрос, эссе. Она та, которую нельзя нарисовать или запечатлеть в скульптуре. Она пустота во тьме, за пределами разумения. Она спасла меня, но я не могу спасти ее. Никто не может, дружище, никогда не бывать этому. Что произойдет, когда припадешь к проколу? Я сгорю, но не исчезну. Я, наконец, приду в состояние, в котором пребывал этот мир до начала реальности. Немного напоминает поведение замещения, да? Ты ведь кое-что знаешь о таких вещах. Может, ты просто заменяешь один наркотик другим? Я просто по-прежнему не понимаю, как ты делаешь, что ты делаешь в церкви. Ну, он... Нет, я понимаю, что он делает в церкви, так что это я не буду спрашивать. Как ты вообще нашел это место? Сложно сказать. Думаю, я пришел сюда как строитель еще в те времена, когда меня волновала материальность. Материальное. Здесь наверху я осознал, в чем истинное предназначение церкви. С тех пор я провел здесь много времени. Теперь прошлое ничего для меня не значит, чувак. Оно мне не принадлежит. А может, ты заменяешь одну другим? Нет, приятель, это совсем не так. Это лишь вера и радостное служение. Чересчур немного ликований в его словах. Он лжет. Не вам, миссир, но самому себе. Спасибо, драма, это хорошее замечание. Вера тоже наркотик. Он качает головой. Чувак, мне раньше не говорили. Я знаю, что не смогу видеть тебя прямо здесь, прямо сейчас. Но подумай сам, когда ты в последний раз просыпался от причастия тишиной, с похмелья, сожалея о прошлой ночи. Недавно. Кажется, я подсел на любовь, и я до сих пор страдаю от похмелья. Давай сойдемся на том, что... Ну-ка, вот так вот. Он мрачно смотрит на тебя. Поматросила и бросила, да? Не переживай, бро. Это любовь, лишь капля по сравнению с океаном любви матери. Матерь поглотит тебя целиком и никогда не отторгнет. Прости, это был не тактичный с моей стороны. Поговорим о другом. Давай садимся на том, что мы придерживаемся разных взглядов. Я думаю, вот так вот. Я понимаю, для этого нужно время. Не парься. Что ты делаешь в церкви-то? Я сераф, дружище. Я пою во славу матери. А мне ты можешь спеть? Вспомнишь? Но какой смысл петь ей песню, если она матерь тишины? Я не имел в виду пение в буквальном смысле, смеется он. Мы все же таки говорим о матери тишины. Это песнь горящего сердца. Ты, наверное, думаешь, но огонь ведь потрескивает. Нет, дружище, его потрескивает. Это потрескивает сгорающий материал. Само по себе пламя бесшумно. Хорошо, это логично. Есть другие вопросы. Ты здесь давно. Не знаешь, почему эта церковь заброшена? Как-то раз сюда наглянула полиция. Отвечает он. Его голос становится безжизненным. Вы были свидетелем? На самом деле нет. Ну или большую часть, я уже просто не помню. Любовь матери сделала свое дело. Целительная сила матери в том, что она позволяет тебе забыть обо всем. Рейверы хотят превратить место в ночной клуб. Это те, что в палатке, да? Я их видел. Полагаю, именно они, называя меня крабом, наверное, испугались. Полагаю, ты не станешь препятствовать молодежи, которая решила превратить церковь в ночной клуб. Должен сказать, это отличная идея. Так, а им стоит бояться? Не парься, они довольно забавны. Кроме того, я уже теперь никому не причиняю вреда. Что думаешь по поводу клуба? Почему бы и нет? Они мне тут ничем не помешают. Обычно я наверху преисполняюсь. Никакая музыка на земле не может достичь того места, где я нахожусь. Это я понимаю. И также я считаю, что церковь с такой акустикой никогда не станет музыкальным клубом. Я думаю, они это тоже поймут и свалят отсюда. Возможно, в компании будет даже веселее. Ну ладно, спасибо. Чувак оказался очень адекватным для такого неадеквата. Мороз украсил стекло цветами и теперь ничего не видно. На замерзшем окне кто-то нарисовал оленя. О! Болевой порог, шелковый шарф мистического... Мистического гангстера. Это твой шарф, серьезно? Два к драме мне дает бабочка. А это к болевому порогу. Это, кстати, интересно. Разбившаяся стеклянная панель. Цветная. Паук опутал эту деревянную резную колонну своей паутиной. Понял. Я туфли подобрал. Наверное, его туфли. Красные башмаки. Бескийского гангстера. Один к эмпатии. Башмаки гангстера дают эмпатию. Это один к восприятию. Блин, никогда не угадаю, что понадобится больше. Портативный магнитофон Херман в уши. Может быть, он что-то здесь записывает? Я думаю, что это она. Магнитофон на две катушки. Крутится в холостую. Я не могу записать... Так, хорошо. Клод подключил внешний источник энергии к этой панели. У нас есть компьютер. У нас есть... Это выход или дыра? Это вылет. Да, витражное окно. Над тобой возвышается молодая мать гуманизма. Белая серебристая абрикосовая витраж. По телу проходит трещина. Это невероятно высокая женщина с грустным овальным лицом. Ты чувствуешь, как от нее исходит мрачное величие. Это Долорес Дэй. Светоч. Руками она словно поддерживает свои сияющие легкие, которые отчетливо видны сквозь одежду. Да, есть такое. На колени. Оставь. Нет. Сквозь трещину в стекле задувает холодный ветер. Пол под ногами покрыт снегом, который намело с улицы. Ты чувствуешь, как за тобой сверху наблюдают разноцветные глаза. Они изучают тебя. Посмотреть наверх. Женщина смотрит, как ты стоишь внизу. Она возвышается над своим последователями, зодчими, прихожанами, придворными. Ты видишь ее грустную улыбку и блеск тени зеленых глаз. Что это означает? Сострадание? Сожаление? Она заметила приближение того, в ком еще теплится жизнь. Сострадание. Тебе на ум приходит это же слово. В тот момент лейтенант крестится от плеча к плечу. Повторит жест. Ты стоишь в абрикосовом свете, что падает из окна, и четыре раза касаешься груди кончиками пальцев. Женщина от того продолжает улыбаться холодной улыбкой. Расколотая трещиной в стекле. Энциклопедия. Довольно высокие шансы. Несмотря на весь вред, что ты нанес своему здоровью, это знание надежно хранится в твоем гиппокампе. О, да. Это Долорес Дейс, веточ гуманизма, интернационализма и социального государства. Возможно, самая известная личность, которая когда-либо существовала. Даже литры красного командора не в силах смыть ее грустную улыбку из твоей памяти. Она пережила твое обильное возлияние и все еще продолжает преследовать тебя. Она всегда будет преследовать тебя, как преследует любого мужчину. Стоп. Что такое светочка? Я слышала о системе высший вид исторической личности в воплощении мирового духа. Правитель? Больше, чем правитель светоч, избирается партией основателей. За всю историю человечества это происходило всего шесть раз. Законодательство зоны Реала построено таким образом, чтобы обеспечить возможность избрания светоча, если он появится в наше время. Светоч непогрешим. Решения им приняты и, по сути, даже не являются решениями. Это данность, неизбежность, которая в любом случае произошла бы. Только теперь для этого требуются не сотни, а десятки лет. Светоч – это непрерывное концентрирование событий. Святой человек жить во время светоча – великая честь и почет. Сейчас есть светоч? Нет? Мы одни. Когда она правила? Три сотни лет назад, после того, как исследователи Смунди открыли эту изолу-островалию. Она, помимо прочего, является также светочием интеризоларных путешествий и объединенного мира. Интеризоларных, изола, интер, между, между, все, понял. А что еще мне про нее известно? Да, много чего. Ты знаешь, что она была правдивой дамой, женой влятельного маркиза и, в конечном итоге, стала главной советницей Ирэн, мореплавательницей, королевой сюресной, современной сюр-ля-кле. А еще ты знаешь, что она обладала ослепительной неземной красотой. Хорошо, что еще? Она была умной? Ужасно. Придворные дамы должны были довольно хорошо играть в бриджи, в шахматы, чтобы составить интересную партию мужчинам. Поощрялись также обширные знания в вопросах философии, теологии и науки. Она определенно была фавориткой. Она максимально использовала свое положение при Доларианском дворе, общаясь с самыми известными мыслителями и художниками того времени. Так незаметно для окружающих она стала самым выдающимся философом своей страны. Она видела все насквозь, ее взгляд словно скальпель пронзал материю реальности. Эта личность обладала необычайным магнетизмом и умом. Современники считали, что она опережает все время. Посланники с будущего человечества. Все были по уши влюблены в нее. Еще до того, как ее объявили светочем, она уже оказывала на людей громадное влияние. Как так? Именно по ее совету Ирен Мореплавательница выделила средства на несколько путешествий в серость. Однако эта долгостоящая затея зачастую приводила к трагическим последствиям и, конечно, в конечном итоге оправдалась и позволила открыть новый свет, тот толчок реальности, где ты сейчас находишься. Через два года после возвращения первой экспедиции ее короновали, положив начало Доларианской эпохи периода, который большинство считает свечайшей эпохой человечества. Ого! Вот именно что Ого, когда ее признали светочем и королева советницы, которой она была так много лет, пала перед ней на колени, ее переполнили такие сильные эмоции, что легкие начали светиться у нее в груди. Да, вот этот момент как раз. Понял. Очевидцы рассказывали о том, как и без того, залитое солнечным светом помещение пронзали золотые лучи, просвечивающие сквозь ее платье. Именно поэтому легкие являются символом любви к культуре зоны. О, это интересно, кстати. Давай дальше я хочу еще. Все хотели еще земли, меска, акциденты даже далекой супрамунди. 21 из 40 существующих на тот момент стран контейна сразу же признали влияние светоча еще до коронации. Коронация в городе под названием Адвесперсцит. В Веспермесина, откуда она была родом. Название города означает приход вечера, однако все случилось зимним утром, когда каналы были скованы льдом, а с неба валил мокрый снег. В своем жемчужно-белом платье вышла она по ту сторону площади, людей туда не пускали. И уже тогда ее терьеры, секретные службы сведущего волновались, что кто-нибудь попытается ее убить. Должно быть, была красивой. О, да. Она была похожа на юную мать человечества, на идеальную мать. Она была возвышающе прекрасна, как будто ее лицо, плечи и руки были покрыты мягким пушком. Тебе прекрасно об этом известно. Зима была в самом разгаре, и снег опускался вокруг нее на мостовую. Небольшая группа дипломатов стояла неподалеку, когда терьеры выгрузили на ее голову венок из белого золота. Мало кому, кроме сотрудников секретной службы, удалось стать свидетелем коронации. Что потом? Один из агентов этой секретной службы убил ее 22 года спустя. Молодой человек начал подозревать, что Долорес Дэй не человек, а какое-то иное существо. Что? Существо, которое бродило среди нас и наблюдало, как мы спотыкаемся и ищем свой путь на протяжении сотен, а то и тысяч лет, пока не решило вмешаться. Вмешаться в ход нашей истории мы должны были ко всему прийти сами, утверждая, что убийца кричал именно эти слова. Он выстрелил Долорес в грудь из охотничьего ружья 8 раз. Это его посчитали сумасшедшим. Он утверждал, что однажды прикоснулся к ней, и ее тело было неестественно горячим, как печь. А еще он говорил, что иногда, стоя в карауле, видел, как она забывала дышать. Минут на 10, а то и дольше. Многие люди тоже заявляли, что были свидетелями этой нечеловеческой способности, светящиеся легкие и все прочее. Однако появление таких слухов приписывает массовой истерии и проявлением религиозного мировоззрения. Было ли в ней что-нибудь пугающее? Слово пугающее несет слишком сильную эмоциональную окраску, чтобы хранить его в тайне семантической памяти. Ну или в том, что от нее осталось. Однако, несмотря на то, что Долорес Дэй зачастую считает величайшись когда-либо живших людей, в этой женщине, постоянно окруженной терьерами, действительно было нечто зловещее. Среди всех светочей она была самой нелюдимой. Но при этом наиболее открытой. Некоторые современные мыслители сочли бы ее военной преступницей за конфликты с Меском. Еще эти программы переселения. Что произошло? Меск попытался выйти из подправления светоча. В некоторых регионах наблюдались волнения, связанные с интенсивным развитием секуляризма. С реализацией ее программы обстоятельства обязательного образования и массового переселения вверх по течению Мегри тоже возникли некоторые проблемы. Недовольство проявлялось военными, которых она нарекла армией человечества. Это подразумевает, что любой, кто выступает против них, не человек. Да, она обожала шахматы, но любила также и военные игры. На иконах, подобных этой, Долорес Дэй часто держит в руках крещеного оловянного солдатика. У нее были светлые волосы, самые светлые, какие только можно вообразить. Зеленые глаза цвета пизантийского море интерагнум. Терегнум. Ого, хорошо. Приехал очко навыков. Мы с вами пойдем ломать контейнер ночью, я думаю. Про ее супруга Маркиза известно очень мало. Он словно исчез со страницы истории после того, как выполнил свою роль. Представитель Долорес Дэй представил Долорес Дэй ко двору. Таким образом, можно сказать, что в ней действительно есть что-то одинокое, параноидальное и даже пугающее. Об этом редко говорят, но это чувствуется при мысли о ней. Глядя на ее изображение, можно ощутить этот едва уловимый ужас. Лейтенант Ефрейтер, вы стоите там уже больше пяти минут. Спокойный голос лейтенанта эхом отражается в холодном воздухе церкви. Можно спросить, о чем вы задумывались? Она как-то связана с нашим делом. Светящиеся легкие. Да, да ни о чем, просто осматривайся. Она прекрасна, она не человек. Она не человек. Как скажете. Он снимает очки, чтобы протереть, через какое-то время добавляет. Это церковь побережья в целом. Нам не стоит задерживаться. Лучше тут не теряться. Пора завершить здесь дела и двигаться дальше. Визуальный анализ. Это Долорес Дэй. Так, та пожилая женщина в деревне была права. Он изъярается. Должна быть, это Долорианская церковь человечества в Мартинезе, которая также фигурирует в некоторых запихах, как церковь Small Pinewood. Тебе известно об этом месте? Памятник архитектуры, который не так просто отыскать. На большинстве карты его местоположение указано неверно. Он понижает голос. Была построена первым поколением поселенцев почти сразу же после основания Ревашоль около 300 лет назад. На побережье необитаемого архипелаги, где раньше бродили лишь дикие звери среди зарослей. Что еще ты знаешь об этом? Когда-то на побережье было семь таких дощатых церквей. Их называют Сетсо. Семь сестер. Теперь осталась только одна. Остальные сгорели во время революции или были разграблены, разобраны на материалы. Тут следует вести себя почтительно, несмотря на то, что здание заброшено. Не думаю, что мы здесь найдем хоть что-нибудь, связанное с нашим делом. Хоть не исключено, что можно найти что-то другое. При этих словах он смотрит на расставленное вокруг оборудование. Согласен. Ты... Так, кстати, почтительно. Неужели... Ты долорианец? Ну, то есть он крестился? Да, все мы долорианцы. И ее имя, тело и управление синонимы гуманизма. Закон за соблюдение, которого мы следим, уходит корнями в долорианство. Не нравится она мне выглядит. Вот, не думал, что ты религиозен. Это не религиозность. Это уважение законов. Система долорианства не требует веры. Она требует лишь соблюдения правил. Согласен. Поехали. Получилось. Призрачные осколки витража встают на свои места. То есть мы восстановили картину в своем... Прикольно. Ну, в воображении своем. Словно недостающий кусочек ловоломки. Прежде чем витраж разбился, внизу под молодой женщиной была изображена еще одна постарше, а также текст. Лит... Литмотив. Почему эта мозаика разбилась? Неизвестно. Мотокарета? Выстрел? Кто-нибудь упал на витраж? Или может просто хулиганы искали, чтобы сломать? Кто эта женщина постарше, которая внизу, в центре? Над троном виднеется декоративная планка, на которой написано Ирэн, мореплавательница. Она изображена, как пожилая женщина в очках с толстой оправой. В одной руке у нее золотая держава, в другой скипетр. Это королева, советником которой служила Светоч Долорес, изображенная выше. То есть таким образом показывает, что хоть она и стоит за ней, но она выше. Ну, имеется в виду. Маленькие фигурки мудрецов, простолюдинов, прихожан, взбираются по лестнице, чтобы встать у ее ног. Перед ней выстроилась охрана, терьеры, секретная служба. Детали такие подробные, что голова идет кругом. Должно быть это... На это панно ушли годы. Девиз? Что там написано? Под женщиной блестящими черными буквами написано Апресс ла ви морт. Апресс ла морт ла ви дне... Эээ... Ну его... Так, погодите. А затем... Я знаю некоторые слова, но не могу это сложить у себя в голове. А, вот. За жизнью смерть, за смертью снова жизнь, за миром серость, за серостью снова мир. Да, окей, понял. Это великий лейп-мотив гуманизма. Он описывает воздействие, которое произвело открытые этой изолы, острова Алии, на мышление людей. Экспедиции на море превратились в поиски жизни. Что за смертью? Лейтенант. Когда-то здесь было написано за жизнью смерть, за смертью снова жизнь. Кивает он за миром серость, за серостью снова мир. Это возвышенные слова часто встречаются в сакрализме Доларианской церкви. Сначала их даже используют как лозунг... Сначала их даже используют как лозунг РГМ, хотя потом перестали. Какой сейчас РГМ в девиз? Правосудие, единение, благоразумие и сила. Мне нравится, пусть идти. Не забываю, что... Старый Диас больше нравится. Мне тоже. Отступить назад. Это было очень познавательно. Отвернуться. Ха. У нас тут есть... Что это такое вообще? Компьютер? Центральный процессор. В углу под неусыпным взором фигур витража работает некое устройство. Оно тихо вибрирует от подаваемого напряжения. Еще один радиокомпьютер. Происутствует лейтенант, подходя ближе. Причем этот уже включен. Кажется, он старается быть как можно осторожнее рядом с машиной. Нам лучше уйти. Сомневаюсь, что это место как-то связано с нашим делом. Да, но эта машина выглядит достаточно... Частично так, чтобы... В точности как та, что была в проклятой торговой зоне. У вас в участке тоже стоит похожая. Должна быть та же модель. Он изучает каркас машины, осторожно стараясь к нему не прикасаться. Техника. До этого ты видел REM Civic, а это REM Prefect, модель RC7024. Оснащенный центральным процессором Feld и принтером Interim, совместимым с устройствами REM. Хорошо. REM Prefect. Это версия для правительства, разработанная на базе широко используемой модели REM Civic. Несмотря на то, что в основе лежит та же технология, схемы REM Prefect обеспечивают лучшее подавление шума. Спасибо, энциклопедия. Дай-ка мне разобраться. На клавиатуре видны подсвеченные зелеными клавишами воспроизвести и печать. Крышка центрального отсека распахнута. Лейтенант молчит, светящий каркас машины отражается в ромбовидных стеклах его очков. Ромбовидные? Можешь приступать. Заглянуть в отсек. Под крышкой покоится куб, состоящий из множества перекрещенных волокон. Узлы светятся в темноте, словно светлячки. Сбоку наклеен кусок серебристой ленты, на котором черным маркером написано. Журнал февраль-март. Еще один узловый блок памяти. Нажми воспроизвести, чтобы связаться с... Так, ну-ка, печать. Ничего не происходит. Воспроизвести. Динамика живая. Через планарно-магнетическую головку машины пробегают помех. Тебя присутствует пожилая дама, судя по голосу, ей лет сто. Это она же! Добрый вечер, Fortress Accident. Насенбрюн. Это восточный автравлийский транслятор номер один. Пожалуйста, подтвердите этот личный журнал. Это та же пожилая женщина, с которой ты разговаривал через радиокомпьютер в проклятой торговой зоне. Ивона, это снова я. Как поживаете? Заглядите, ядро на журнале. Бок, на память написано журнал. Так. Давайте вот так вот. Хорошо, спасибо. Непонятно, узнала ли она тебя по голосу. Пожалуйста, подтвердите. Это личный журнал? Ну-ка. Хорошо, пожалуйста, подтвердите пароль. Давайте осмотримся. Нет смысла тыкать пальцы в небо. Может, он что-нибудь знает, лейтенант Кивай, в сторону Тьяго. Пароль мой день... Так. Я не знаю пароль. Ответ получен. Я зарегистрировал попытку входа в систему. Спасибо. Спокойной ночи, Фортерсекси. Прощается она, и ее голос растворяется из помех. Так. Уйти. Тьяго. Я думаю, ты слышал пароль. Мне кажется, ты должен знать. О, привет, чувак. Чай, кофе. В смысле, да пребудет с тобой любовь матери. Случайно не слышал чай, кофе? Что-то знакомое. Кофе и черство печенье. Ты не слышал пароль? Слышал, С. Так много раз. Тебе он для чего-то нужен? Опрос. Отличай... Отличнейшие средства, чтобы информировать, информацию добыть. Особенно во благо общества, общественной безопасности. А, я провожу опросы о паролях и секретных кодах, чтобы выявить рациональные тенденции в интересах серьезно. Да, это необходимо для расследования тяжкого преступления, убийства Шанова Мартина. Честно говоря, я просто хочу взломать вот это вот. Лейтенант удивленно поднимает бровь, но ничего не говорит. Не парься, чувак, пароль за жизнью смерть. Окей. Ну что думаешь, когда я тут с усом, мне даже стало жаль. Так, что я говорил про кофе? Слушай, дружище, если хочешь, можем поговорить о священном пламени, которое охвачено... Нет, спасибо. Полагаю, эссе на этом разговор окончен. Погодите, мы что, реально что-то... Хочешь, можем поговорить о священном пламени, которым охвачено чудесное сердце матери. Но только не про кофе, я здесь не для этого. Полагаю, эссе на разговор окончен, фигурка скрывается в тени под потолком. Эта беседа была занимательной. Однако я все еще не уверен, что это имеет отношение к нашему расследованию. Это все, о чем мы могли с ним поговорить, он исчез. Хорошо, мы знаем пароль. Оп-оп-оп-оп-оп. Что-что-что? Скорость реакции. Слушай, нашему Свету Чудо Лорес Дэй нравились маленькие фигурки, верно? Она любила вертеть человеком в пальцы... вертеть человечка в пальцах. Что? У тебя есть фигурка всадника фаун без головы. Подари ей, ты вновь завоеваешь ее сердце. Сердце? Заново? Я не могу завоевать ее сердце. Она давно скончавшаяся историческая фигура. Не будь таким пессимистичным. Любовь так просто не умирает. Ладно. Очень-очень-очень ловко. Ловко и загадочно. Не сомневаюсь, что фигурка нужна именно для этого. Я, честно говоря, забыл про эту фигурку. Это была очень интересная мысль. Очень любила. Положите. А теперь... Ладно. Давайте тогда все. Соймемся этим в следующей серии. Пока что будем сохраняться, выходить. Спасибо, что были с нами, ребятушки. На этом у нас все. Всем удачи, добра-бобра, все молодушек и всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok